Акции в поддержку Олега Сенцова проходят по всему миру. К призыву спасти заключенного режиссера присоединились в Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Соединенных Штатах, а в Европе протестуют более чем в 30 городах. Наш британский корреспондент Светлана Чернецкая расскажет все подробности. Сразу в шести французских городах прошли акции в поддержку Сенцова. Париж, Страсбург, Марсель, Бордо, Тулуза и Леон. Люди выходят на улицы с красными карточками для Москвы. Как символ будущего чемпионата мира по футболу, который начнется в России уже через две недели. Я против агрессии России, я против смерти Олега Сенцова, и я только за мир во всем мире. По количеству городов, где проходят акции, Франция уступает только Германии. Здесь активисты собрались сразу в семи городах. Среди них Берлин, Мюнхен и Гамбург. Несмотря на дождь, люди вышли на центральные площади с призывом спасти украинского режиссера. Великобритания это уже вторая акция за неделю. Место выбрали стратегическое напротив Даунин-стрит-10. Через дорогу резиденция премьер-министра. Также это одна из самых туристических точек Лондона. То есть это возможность рассказать историю Олега Сенцова людям из самых разных стран. 70 красных карточек по одной на каждого украинского заключенного. Среди них журналисты, правозащитники, художники, студенты. Олег Сенцов пообещал голодать до тех пор, пока не освободят всех политзаключенных. Очень важно, что мы проводим это напередине чемпионата света с футболом. Потому что, возможно, это привернет увагу громадской. Отвернет увагу от ведущего футбола. И привернет увагу до того, что политические вязни умирают прямо сейчас на наших очах в России. Более 40 городов в мире присоединились к акции. Митингуют также в Грузии, Израиле, Португалии, Бельгии, Греции, Австрии, Чехии, Эстонии, Литве, Латвии, Италии, Финляндии, Кувейте, Канаде, США. В швейцарской Женеве письмо с требованием освободить политзаключенных передали представителю России в ООН. Документ подписали мэр Женевы, депутаты парламента, а также писатели и режиссеры. Более 100 человек собрались в Варшаве. Прошло уже больше четырех лет с начала войны, больше четырех лет с аннексией Крыма. Об этом уже не говорят в новостях, и европейцы забыли, что все это происходит, что в России есть политические заключенные, люди которых, по сути, похитили с их родной страны. К украинцам за рубежом присоединились и официальные учреждения. Это флешмоб в европейском парламенте в Страсбурге. А это обращение записали в миссии США в ОБСЕ. Сегодня мы добавляем свои голоса к глобальному призыву освободить Олега Сенцова и позволить ему вернуться домой. Даже в России состоялись пикеты. Москва, Казань, Санкт-Петербург. Активисты призывали освободить Сенцова из колонии, а на чемпионате по футболу болеть за политзаключенных. Люди сменяли друг друга в одиночных акциях, поскольку из-за чемпионата массовые митинги в стране запрещены. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.